всем музыкально-гитарное здрасте приветствую всех на своем канале я дедюля рассказываю сегодня про очередной свой замечательный инструмент серия как говорится рассказов про гитары которые у меня есть вот у меня сейчас руках совершенно новый инструмент недавно его совершенно приобрел очередная гитара александра козырева замечательный мастер российский мастер московский мастер который уже много лет делает разным совершенно музыкантом гитары и мне в том числе и на протяжении многих лет мы с ним дружим это очередная гитара который мне сделал по индивидуальному мою за моему заказу по индивидуально моим каким-то запросам по звуку по внешнему виду по каким-то тактильным ощущениям потому что за много лет игры на его инструментах у меня определенные хотелки уже выработались к его инструментом вообще к гитаре концертной гитаре прежде всего в данном случае инструмент сделан верхняя дека ель задняя дека обечайка это клен собственно черное дерево все традиционно традиционно классическая гитара но друзья все равно с какими-то своими маленькими такими доработками маленькими определенными элементами которые для меня как для музыканта и композитора очень важны но прежде всего тонкий и достаточно удобный гриф я не люблю когда гриф толстым мне нравится когда гриф тонкий в данном случае он очень удобно ложится на руку такой компактный гриф пяточка компактная как видите не очень остро не очень торчит почему потому что я гитару держу на ремне и мне часто и приходится одевать снимать и вот это место оно такое травматичное может быть поэтому пяточка всегда скошенная тупая у меня чтоб я не поранился такой вот как бы момент элемент там головка грифа как видите такая тоже лаконичная компактная почему то что часто тут каподастра всевозможные тюнеры все на свете мне не нравится когда гитара очень имеет большую инкрустированную головку она очень компактная с минимальным совершенно украшательством вот этот минимализм это тоже такое мое желание к мастеру и собственно он выполнил как видите минимально инкрустированно очень компактная головка грифа все замечательно колковый механизм не знаю какой фирмы но он очень мягкий очень плавно хорошо настраивать этим механизмом струны и собственно тоже мне это нравится какие-то здесь очень простая скромная резеточка резеточка такая вот вещь гитары тут инкрустация тоже предельно простая не люблю броскость не люблю такую чересчур кричащую орнаментальность здесь все достаточно просто верхняя дека сделана из двух половинок что еще до из четырех раз два три 4 4 половинки здесь они склеены цельное естественно дерево вот ну подставочка под струны угол наклона здесь достаточно больших хотя я люблю когда угол наклона здесь не очень сильный у струн такой вот есть параметр гитар угол наклона но чем он сильнее угол наклона тем мощнее давят струны на косточку она ярче и взыщенную звучит конечно же пьезодатчик фишман мой любимый батарейный отсек внутри то есть вот регулятор громкости тембров блендер микрофон пьезодатчик тут микрофон без задач такие вот вещи собственно присущи этому гитару конечно же удивительно безладовый порожек во-первых есть возможность иногда играть таким струнно-вилончельным каким-то таким тягучим звуком с другой стороны этот кусочек на грифе не разбивает ногти и пальцы когда делаю перкуссионные всевозможные движения приемы игры часто достаточно такими приемами мне приходится играть и когда здесь лады они могут поранить руку то есть вот на всех своих гитарах основных концертных здесь последние лады они удаляются или мастер уже делает без этого собственно безладового частка вот немножечко так про внешние собственно характеристики гитар конечно же вот эти точечки 3 5 7 12 лад мне они важны важны в любом случае что концертирующий гитарист часто играет в плохом освещении иногда стресс иногда движение иногда какие-то суета и прочее концертная и всегда быстро мгновенно ориентироваться на грифе по запомогают эти точки достаточно крупные они так в общем то сделаны очень броско ярко но это вот необходимость и я на своих гитарах иногда когда они маленькие даже просто наклеиваю сам эти значки эти точки эти обозначения на грифе то что они мне помогают знаю что многим музыкантам классическим они не нужны и часто на классических гитарах их вообще нету иногда они есть иногда они броски иногда не очень в моем случае они такие очевидные я явные яркие мне так удобнее и легче вот теперь сам звук звук глубокий у гитары бархатные классические певучий но гитара требует к себе такого основательного отношения звук чтобы из нее добыть нужно постараться потрудиться нужно как бы приложить усилия чтобы она зазвучала гитара новая а новая гитара еще не разыграна и вы знаете наверное что инструмент когда мы покупаем он еще таком в сыром не разыгранном виде имеет свои звуковые характеристики когда мы на ней начинаем часто играть много играть проходит год полтора два три и гитара начинает петь раскрываться она еще больше просыхает усыхает как говорится начинает резонировать она начинает дружить с внешним миром и пространством с музыкой которую вы играете под вас приспосабливается и начинает раскрывать свои лучшие свойства лучшие свои звуковые характеристики начинает петь данном случае гитара разыгрывается у меня и что еще хочу вам сказать я когда гитару как говорится в разыгрываемом состоянии держу я ее не прячу футляр она у меня в открытом состоянии лежит висит у меня на стенке где-то или дома или на какой-то стоечки для чего это сделано для того чтобы инструмент мог слушать звук резонировать мог дышать мог вибрировать под те звуки которые вокруг него происходит то есть в открытом состоянии гитара тоже как бы разыгрывается прислушивается к внешнему акустическому пространству и таким образом живет звучит внутри себя немножечко резонирует поэтому новые инструменты они в коем случае не храню футлярах не прячу их они у меня всегда в открытом состоянии находится я стараюсь гитару не прятать футляр не защищать ее наоборот ее в миру показывать пускай она звучит даже когда на ней не играешь но если вы на ней играете вообще вдвойне хорошо и чем больше мы на них будем играть музыканты тем быстрее они разыгрываются и проявляют свои лучшие певучие свойства вот так немножко говоря 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 вам про инструмент конечно же на ней поиграю я поимпровизирую сейчас поиграю разные совершенно ощущение эмоции настроения это будет такая спонтанная импровизация интуитивная в чем-то музыка с разным характером но мною любимой и и конечно же в какой-то степени я покажу характер инструмента но повторюсь по-настоящему гитара раскрывается спустя какое-то время чем вот пройдет полгодика годик и она уже зазвучит еще интереснее еще ярче еще еще богаче так что спасибо за то что дослушали мой спич такой длинный конечно же настало время музыки и я поиграю а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok